День с толком Что нужно знать, чтобы не нарваться на штраф, собирая грибы или березовый сок? Шторм в 6 баллов. Чем опасны магнитные бури, что ждут нас в ближайшие дни? В течение недели в школах Алтайского края должны появиться антикризисные команды. Они будут отвечать за план действий во время ЧАЭС. Такое решение принято после массового убийства в казанской школе. Напомним, бывший ученик устроил стрельбу по школьникам и учителям. Погибло несколько человек, многие ранены и находятся в тяжелом состоянии. Как в школах нашего региона собираются ужесточать меры безопасности, чтобы не допустить подобных трагедий, расскажет Ирина Корчагина. После вчерашней трагедии в Казани и в регионах России ожидаемо заговорили об усилениях мер безопасности в детских садах, школах, дополнительных учреждениях. Ожидаемо, что этот вопрос стал главной повесткой сегодняшнего дня в Министерстве образования и науки Алтайского края. Уже вчера образовательные учреждения региона получили экстренный план действий во время ЧАЭС. Школы должны проверить систему оповещения, кнопки быстрого реагирования, провести инструктаж с учителями, родителями и детьми. Министр образования края отметил, допускать вчерашние ошибки в Казани нельзя. Когда учители и дети сообразили, что нужно просто забаррикадироваться, окна закрыть, телефоны отключить и залезть под стол, они сохранили свои жизни. А те, которые не сообразили, они наоборот вышли в коридор и попались на пути этого убийцы. То есть не сработала защитная вот такая штука, потому что никогда ничего не случится в моей жизни, никогда ничего в школе не произойдет, или в детском саду, или еще где-то. К сожалению, дорогие мои, происходит. В результате теракта в Казанской школе погибло 9 человек, двое учителей и семеро школьников. Около 20 раненых сейчас находятся в больницах. Массовое убийство устроил Ильнас Галявиев, бывший ученик этой школы. На допросе 19-летний парень сказал, что он бог. Чтобы огородить учеников Алтайского края от подобных богов до 15 июня, школы региона должны провести самопроверку. Также Министерство образования края будет устраивать выборочные проверки. Вот терминалы металлодетекторы на сегодняшний день не во всех организациях есть. Пропускные терминалы в большинстве больших организаций, металлодетекторы, так скажем, в части организации. Охранный пропускной режим дальше осуществляется либо частными охранными предприятиями, либо сотрудниками организации, которые имеют соответствующие должностные обязанности. К 2024 году металлоискатели должны появиться во всех школах региона. Кстати, сегодня стало известно, что до 17 мая каждая организация должна создать так называемую антикризисную команду. Она будет отвечать за план действий во время ЧАЭС. В него войдут сотрудники школы. Один или два человека отвечают за оповещение при какой-то ситуации. Два человека отвечают за координацию этой эвакуации. Третий человек отвечает за взаимодействие с службами реагирования и средствами массовой информации, потому что это важно. Мы вчера видели, как эта тема освещалась и так далее. В Барнауле сегодня весь день приносили игрушки, цветы и свечи к мемориалу славы. Как и во многих городах страны, здесь прошла вахта памяти. Студенты вузов края почтили память погибших в казанской школе. В самом Татарстане сегодня был объявлен день траура. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Минувшей ночью при пожаре в Родинском районе погиб 9-летний ребенок. Огонь унес жизнь и еще двух взрослых – 23-летнего парня и 39-летней женщины. К моменту приезда спасателей уже горела крыша честного дома. Пожар начался на пристройке, где находились 6 человек. Выбраться из огня успели только трое – хозяин дома, его супруга и один из детей. На ликвидацию огня ушло полтора часа. Возгорание пытались потушить не только профессиональные пожарные, но и добровольцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи рассматривают несколько версий происшедшего, и в том числе проблемы с электропроводкой. МЧС предупреждает. Если вы увидели признаки пожара, необходимо сразу же об этом сообщить. Нередко очевидцы игнорируют дым, думая, что пожарным уже позвонил кто-то другой. Огромный фонтан забил сегодня из асфальта в спальном районе Барнаула. Прорыв случился в первый же день гидравлических испытаний теплосетей. Поток воды высотой в несколько метров бил почти 15 минут. Это для Барнаула совсем не редкость. Похожие ситуации случались и в прошлые годы. К примеру, два года назад фонтан кипятка на северо-власихинском проезде выбил окна в многоэтажке. Какая вода била из-под земли сегодня, холодная или горячая, выяснить не удалось, но грязевой поток был довольно мощным. Прорыв произошел рядом с оживленной магистралью. К слову, барнаульские дороги, а не только коммуникации, нуждаются в обновлении. Так, качество некоторых решила оценить прокуратура города. В частности, она проверила состояние улиц Советской Армии и Антона Петрова. Несмотря на то, что ремонт на этих участках сети проводили менее пяти лет назад, там обнаружены десятки температурных трещин. Сегодня на жителей планеты, в том числе и нашего региона, обрушился геомагнитный шестидневный шторм. Он не только продолжительный, но и довольно мощный. В пиковые дни сила магнитных колебаний будет достигать шести баллов, что довольно много, считает ряд специалистов. Они уверены, что в такие дни нельзя перегружать свой организм, действовать стоит спокойно и без спешки, иначе возможны сбои нервной системы. Другие же эксперты к таким рекомендациям относятся весьма скептически, полагая, что здоровье никоим образом не зависит от солнечной активности. Кому же стоит верить, пыталась разобраться Маргарита Гартунг. Дарье всего 20 лет, но, по словам девушки, она регулярно испытывает проблемы со здоровьем во время магнитных бурь. Головные боли, разбитое самочувствие, нервы на пределе. Чувствуется влияние магнитных бурь на меня, поэтому придется запасаться таблетками. А точнее, лекарствами от головной боли. Без них, признается Дарья, совсем тяжко. Однако, кандидат физико-математических наук, специалист в области астрономии Александр Коплинский считает, что все симптомы у девушки не более, чем психосоматика. По словам ученого, земляне ежегодно переживают около 30 магнитных бурь, не замечая их проявления. Магнитная буря, в отличие от атмосферной бури, это все-таки такой художественный термин. На самом деле, это процесс, который возникает при взаимодействии потока солнечной плазмы с магнитным полем Земли. То есть, процессы на Солнце происходят достаточно такие грандиозные. Это вспышки солнечные, при которых часть солнечной плазмы вылетает в окружающее пространство. Но не факт, что оно обязательно долетит до Земли. Специалисты Российского центра изучения солнечной активности считают, что при силе удара в 6 баллов такая и ожидается в ближайшие три дня. Люди могут испытывать физический дискомфорт в виде мигрений, тошноты и скачков давления. Такая симптоматика, утверждают медики, следствия не солнечных вспышек, а изменений в атмосфере Земли. В последние годы, ну почему-то, либо народ реагирует психологически, потому что об этом стали говорить, либо кто-то реагирует действительно на изменения погодных внешних условий, реагирует состоянием своего здоровья. Чаще подвержены этому, естественно, люди больные, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну и с определенным складом характера, которые заранее ждут, что им должно быть плохо, это тоже не стоит отметать. Но если вы, как говорят медики, достаточно мнительны и в дни космических магнитных бурь чувствуете себя неважно, к изменениям в организме лучше прислушаться, не накручивая при этом себя. Универсальный совет от врачей. Прогулка на свежем воздухе, теплая ванная и полноценный сон. От себя добавим. Геомагнитный шторм начался сегодня. Его пик придется на 13-14 мая. А после солнце постепенно усмирит свой нрав. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Накануне в телеграм-каналах появилась информация, что в крае практически прекратилась вакцинация от COVID-19. Причем действительно, в официальных сводках оперштаба значилось, что 11 мая в Алтайском крае от коронавируса привили только двоих, а десятого и вовсе одного человека, в то время как в Забайкале вакцинируют 1300 человек в сутки. Прокомментировать информацию мы попросили главного эпидемиолога края. Что такое один? Один – это человек новый, плюсом, которому поставили первую прививку. Но более 200 человек в этот же день у нас поставили из первой, поставили вторую. Поэтому вы иногда видите нашу аналитику, иногда первых прививочек становится меньше, меньше, меньше. Потому что люди получают вторую, и они автоматом переходят из категории привитых однократно в категорию получивших две прививки. Как рассказала Ирина Переладова, желающих поставить прививки в Крае на данный момент 22 тысячи человек. И мест для вакцинации хватает. В ближайшие дни в поликлинике Краевой клинической больницы откроют еще один прививочный кабинет, где можно будет привиться от вируса. Сейчас в Крае как раз поступило 31 200 комплектов вакцины «Спутник Ви». Оборудование для хранения в поликлинике есть. Персонал обучен. Дело за малым. Определиться с днем старта вакцинации. В детстве она лечила кукол и испытывала восторг от накрахмаленной одежды врачей и медсестер Барнольдского роддома, где работала ее мама. Сейчас она старшая медицинская сестра отдела наркотических средств Краевой клинической больницы. Свои обязанности выполняет настолько филигранно, что признана лучшей старшей медсестерой региона. Соответствующую награду вручат уже завтра. А сегодня в профессиональный праздник нам удалось на полчаса отвлечь медсестру от работы и поговорить с ней о любимой профессии. До поступления к нам он был здоровый, дееспособный, молодой, красивый, получил травму, приехал к нам обездвиженный. И мы, медицинские сестры, становились его руками, глазами. Светлана вспоминает, как сразу после окончания колледжа трудилась в нейрохирургии. Было непросто, но именно тогда поняла, работу выбрала по душе. Чуть позже случился карьерный рост. Теперь она руководит непростым подразделением, отделом наркотических средств. Настолько тесно с пациентами уже не взаимодействует, но ее помощи не стало меньше. Светлана Николаевна очень четко понимает, что основная задача этого отдела, чтобы пациенты не испытывали боли. Понимаете? Потому что боль, ну мы, наверное, все когда-то испытываем боль в той или иной степени. И вот своевременное обезболивание – это такой важный момент в лечебном процессе. И зачастую он ведет к очень хорошему дальнейшему результату, когда идет качественное обезболивание. И вот эту мысль она доносит всем своим коллегам. Снять Светлану за работой нам было сегодня непросто. Железные двери, решетка, наркотические вещества выдаются строго под записи, строго в определенное время. По звонку из отделений больницы. Поэтому снимать мы смогли лишь из коридора. Нарушать привычный режим работы здесь нельзя никому. На все помещения отдела имеется заключение отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков. Это кадры ролика, подготовленного на краевой конкурс, в котором Светлана заняла нынче первое место. Она делилась своим опытом работы и очень надеется, что он кому-нибудь обязательно пригодится. Как отреагировали ваши коллеги на то, что вы стали лучшей? Коллеги разделили со мной радость, потому что они принимали активное участие в написании работы. Помогали, поддерживали. Корректность, этичность, чуткость, чувство долга, понимаете, хорошее понимание своей профессии, себя в этой профессии. Все эти качества и помогли Светлане победить, уверены коллеги. Сегодня Медведева вместе с остальными отмечают профессиональный праздник – День медицинской сестры. Фото десятков женщин. В Краевой клинической полторы тысячи медсестер украшают холл больницы. А уже завтра Светлану ждут в Краевом Минздраве, где будет проходить награждение победителей конкурса. В больнице считают, у старшей медсестры столько хороших личных и профессиональных качеств, что эта победа для нее явно не последняя. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В этом году все образовательные учреждения края оснастят высокоскоростным интернетом. В этом во время онлайн-конференции заверил министр цифрового развития и связи региона. В 2019 году было подключено 226 образовательных учреждений. И, конечно же, как и во всех других годах, в основном это сельские школы. Если говорить про 2020 год, то мы подключили 241 образовательную организацию. И в 2021 году, до конца сентября, у нас такие планы как раз и сверстаны. Нам нужно будет подключить 340 общеобразовательных учреждений. И мы поставим здесь черту. Все наши образовательные учреждения будут подключены к интернету. А это значит, что все образовательные учреждения края получат интернет. Городские школы 100 мегабит в секунду, сельские 50. Такая скорость позволит осваивать учебные программы на качественном уровне, пояснил министр цифрового развития. В Алтайском крае начался сезон грибов. Жители региона собирают сморчки и строчки, первые лесные дары. А между тем, мало кто знает, что с этого года все, кто собирает грибы либо березовый сок, на продажу. Обязаны зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого. Не исключение в этом смысле и жители таежных районов. В том числе и бабушки. Если они не встанут на учет в налоговых органах, их ждет штраф до 2000 рублей за незаконную торговлю. Далее об этом расскажет Анара Шагирова. Очень многие люди обеспокоены стали, что нас сильно прижали. В частности, грибников, к которым я себя отношу. Прижали, законно увели, и теперь мы не сможем собирать грибы. Подобная информация разлетелась в СМИ в начале мая со скоростью ветра. Мол, теперь, чтобы собирать грибы и березовый сок, даже для себя, надо сначала арендовать участок леса. То есть собрать и отведать грибы бесплатно отныне не получится. Правила прописаны в двух приказах Министерства природы России. Документы вышли в свет еще в январе этого года, но шум вокруг них поднялся на днях. Людей, в частности, возмутили нюансы. По слухам, люди, собирающие грибы на продажу, должны теперь руководствоваться их размерами. К примеру, диаметр шляпки белого гриба под осиновик или под березовик должен составлять не менее двух с половиной сантиметров, а у лисичек и рыжиков не менее полутора. Но как быть, например, с теми же сморчками, о которых нигде ничего не сказано? Может быть, для сбора грибов нужен специальный грибометр? И что это вообще такое? Линейка? Но мы выяснили, что измерять грибы на Алтае не обязательно. Об этом нас заверили в Краевом Министерстве природы. Там, пояснили, в нашем регионе особых требований к лесным дарам нет, в отличие от той же Челябинской области, где даже для собственных нужд запрещено срезать грибы со шляпкой меньше полутора сантиметра в диаметре. Выходит, что нам пока линейка не нужна. В принципе, приказ, который был в 2017 году, особо с новым приказом не поменялся. И граждане для собственных нужд как осуществляли заготовку без договоров, каких-то аренды, так и будут осуществлять в дальнейшем. Линейка не нужна, но без договора аренды не обойтись, если вы собираете грибы на продажу. Этому требованию, как оказалось, уже три года. Правда, за это время ни одного договора аренды лесного участка в Крае заключено не было. А грибы, между тем, продавали. А вот ситуация с березовым соком вообще ничего не понятно. В правилах от Минприроды России указано, что сбор его возможен на участках спелого леса за пять лет до рубки. Но откуда обывателю знать, какой лес спелый, какой переспелый и какая вообще береза подходит? В приказе язык весьма витиеват, поэтому мы попросили помощь у юриста. Он заверил, березовый сок действительно нужно собирать по правилам, чтобы не навредить растению. Условий несколько и они, мягко говоря, непростые. Диаметр ствола на высоте груди должен быть больше 20 сантиметров, а место для отверстия, по которому стекает сок, находиться на высоте от 20 до 35 сантиметров от корня. Если человек собирает сок для продажи, он, как и в случае с грибами, должен также арендовать участок в лесу, причем в ходе торгов. Для того, чтобы заниматься деятельностью по реализации природных ресурсов, человек должен быть предпринимателем. Соответственно, если я собираю для себя корзинку грибов, я ее собираю для себя. Если я собрала две корзинки и одна мне оказалась лишняя, то для того, чтобы ее продать или реализовать любым другим способом, я должна быть предпринимателем. Получается, что все бабушки, что привычно торгуют грибами и другими лесными дарами вдоль алтайских трасс, должны стать предпринимателем или хотя бы самозанятыми, иначе штраф. К слову, его размер доход от продажи продукции превышает в несколько раз. Анна Рашагирова, Николай Шилко, День с толком. Весло для девушки, мумия ежа и редчайшая коллекция проигрывателей и телевизоров. 22 мая в Алтайском крае в 15-й раз с размахом пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». С 6 вечера до 2 ночи будут распахнуты двери почти сотни музеев в крае. Чем они будут удивлять, узнавала Валентина Аскерова. Акция «Ночь музеев» в этом году посвящена целой плеяде событий. Году науки и технологий, 76-летию победы, 200-летию со дня рождения Достоевского, 60-летию полета в космос и, конечно же, второму этапу Кубка мира погреблена в байдарках и каноэ. Последнее мероприятие даже породило ряд мастер-классов в художественном музее. Мы предлагаем мастер-класс «Весло для девушки». Мы вам выдадим деревянные веселки разных размеров и вы их тут же распишите. Пермогорская есть роспись. От скелетов животных до мумифицированных коллекций в этом году к общероссийской акции присоединяется и музей анатомии животных, что при аграрном университете. И вот чем там планируют удивлять. Мы проведем такие мини-научные популярные лекции. Одна из которых – это мумификация животных, где мы расскажем вообще историю мумификации и как мы делаем мумии. И будет лекция, которая называется «Останки древних животных», где мы расскажем, какие останки находят в мире. Из новичков акции – музей клуба коллекционеров. Там гостям и жителям Краевого центра представят поистине уникальную коллекцию телевизоров и проигрывателей. Коллекция составляет порядка 600 телевизоров и проигрывателей. Около 100 имеются в одном экземпляре в мире. Масочный режим, музейную ночь никто не отменял. Соблюдать нужную социальную дистанцию, количество посетителей будут регулировать. Культурно-просветительская акция стартует 22 мая в 6 вечера на улице Молотобольская. Билеты уже начали продавать. Места реализации и программу акции можно найти в социальных сетях. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в училище Олимпийского резерва на татаме сильнейшие команды выясняли отношения. Прошел финал Алтайской лиги подзюдо. В чем уникальность этого турнира, расскажем далее. Финальные схватки начинаются с приветствия команды соперника и судьи. После схватка по девизам «Стенка на стенку». Регламент финального дня – 8 команд. Каждая из девяти борцов разных весовых и двух возрастных категорий до 13 и 15 лет. Клуб, что выиграл большую часть схваток, объявляется победителем и отправляется в полуфинал. Уровень соревнований очень хороший. Спортсмены горят, глаза горят, хотят победить все, стремятся. Но я думаю, что этот формат соревнований позволяет именно расти в своем профессиональном опыте. То, что они соревновательную практику получают, получают и тем самым в своем мастерстве растут. Квалификация в три этапа позволила отсеять лучших борцов. Финал Алтайской лиги дзюдо – это итог сезона для каждого спортсмена и шанс для команды-победительницы получить путевку в сибирский дивизион детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи». Вообще, мое мнение, для детей, наверное, любое спортивное мероприятие – это праздник. Праздник. Главное, чтобы он был правильно организован, был понятен ребятам и не затягивает, самое главное. Мы из предварительной сетки, наша команда вышла первым номером, то есть мы одержали все победы в предварительных встречах, вышли первым номером. Сейчас выиграли одну встречу, вышли в полуфинал, но вот ждем дальше результаты. Готовились. Конечно, большой праздник для ребят. В эту минуту турнир подходит к завершению и совсем скоро объявит команду-победительницу. Именно она представит наш край на сибирском уровне. А дальше можно штурмовать и Европу. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. До встречи.